Дина Рубина. По субботам. Добрый день, дорогие друзья! Рада нашей встрече. Не могу не рассказать моё вчерашнее впечатление от посещения собственной мамочки. Мама находится в клинике, где лечат, увы, безнадёжных пациентов. Безнадёжных, потому что болезнь называется Альцгеймер, все знают, что это такое. Лекарства пока не найдено, но всё равно люди, которые там находятся, и которых так замечательно лечат, чтобы поддержать, чтобы оставить в их глазах хотя бы следы, хотя бы отзвуки, отклики, отблески мыслей, воспоминаний. Эти люди, которые лечат этих больных, они заслуживают самых высоких слов, но я сейчас не об этом. Контингент там известный. Ну, кто на кресле, кто в полной отключке, кто бодро ходит по коридорам, не останавливаясь. Это женщина такая, её зовут Женя Марафон. Она не останавливается никогда, пока её не уложат в постель. Она полностью лишена речи и уже соображения, но с сильными ногами и внимательным, таким доброжелательным взглядом чёрных глаз, что хочется рассказать ей всю жизнь. Кто-то вопит по-русски, отчаянно матерясь. Это Иосиф такой, бывший директор школы в Магнитогорске. Кажется, он впитал в себя абсолютно все ругательства, которые на протяжении своей учительской жизни яростно запрещал произносить ученикам. А есть ещё Галя. Галя – мамина соседка по комнате и по столу. Гале 97 лет, она выглядит совершенным уже, абсолютным растением и всегда мешает разговору, потому что вопит монотонным голосом «Мама, мама, мама». Мы уже привыкли, строго её обрываем. Галя – хватит. Галя – замолчи. Но иногда Галя вдруг произносит полную фразу. Например, «Хлеб у них тут закончился». Или вот как вчера. Можно ещё попить полстакана компотика. Я, помню, оцепенела. Мне сразу стало стыдно того, что я говорила ей ранее. Я никогда не понимаю, как относиться к таким больным. И на полном серьёзе начинаю разговаривать, беспокоиться, как-то суетиться. Зову Ури, нашего замечательного бывшего Юру, из города Харькова, старшего медбрата. И говорю, вот, мол, Ури, Галя захотела добавки компотика. Он принёс ей компот, кусок пирога. А я ему говорю, я всегда удивляюсь, когда она фразы составляет. А он так ласково в ответ. Нет, почему? Она у нас разговаривает. Подходит к ней, берёт в свои руки её корявые ладошки и спрашивает. «Галя, как твоё отчество?» «Марковна, молодец!» «А какой твой год рождения?» «Девятнадцатый, молодец!» «А где ты руки отморозила?» «На вы... 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 вы и не...» «Как?» — я даже вскрикнула. «Она воевала?» «Она же герой Советского Союза!» Ури нежно улыбался так к куску старой плоти и поглаживал старые скрюченные лапки старухи. Ей недавно ещё один орден приезжали вручать. Она стрелок-радист. Хренову тучу немецких самолётов сбила. А руки отморозила, а снаряды зимой холодные были. Понимаете? И дальше, озирая зал со всем этим отжившим материалом, он принялся о каждом рассказывать такое, что у меня волосы дыбом стали. Там у каждого биография на роман. Вот к чему это я рассказываю? К тому, что мы, профессора, писатели, художники, лауреаты, мы также, вполне возможно, превратимся в кучу старого хлама и неизвестно, повезёт ли нам на такого вот кури. «Разобьёмся все к чёртовой матери!» Вдруг, говорит Галя. Я спрашиваю, почему? «Ну, потому что лётчики всегда пьяные!» И я расхохоталась. Я вдруг вспомнила историю, которую рассказывала мама. История тоже связанная, ну, не с полётами, но всё равно с будущими лётчиками. И время совпадало. Начало войны. В начале войны мама, моя 17-летняя мама, была эвакуирована в казахстанское село Степное. Она говорила, станция Дженебек. Это был такой большой совхоз, и довольно скоро маму пристроили учётчицей на один из участков. Работала она вдвоём с подружкой Тоней. Ну, а такая же эвакуированная однажды утром бригадир Степан Ильич, добрейший дядька, сказал девочкам, «Девчата, есть сегодня вам дело. Надо их это на седьмой участок отвезти продукты в аэроклуб, а назад привезти оборудование. Там хлопцы в аэроклубе всё знают, вон и сгрузят, погрузят, вот только лошадку погонять». Ну, тут городские девушки осторожно у Степана Ильича поинтересовались, собственно, а как её, эту лошадку, погонять. Обе-то они с лошадьми дела никогда не имели. Степан Ильич в ответ на это умилился и пообещал, что лошадку даст самую смирную. Шо твоя голубка? Привели кобылу, действительно, смирную на вид. Ящики с продуктами погрузили на телегу, Степан Ильич, покашливая и помыкивая, сказал «Кобылка-то она, слов нет, мирная девчата. Только тут одна хитрость имеется. У неё, девчата, матерный ход». Какой это матерный, удивилась мама. Да бежит она только под эти самые слова. И так привыкла. Он взял в руки кнут и сказал «Взбирайтесь, девчата, сейчас покажу». И взмахнул клутом, выдал заливистую фразу такой непечатной силы, что девчата в ужасе прикрыли глаза и зажали ладонями уши. А лошадка рванула так, что телега прыгнула, как живая, и резво покатила по дороге. Вывез девушек за околицу Степана Ильич, слез с телеги, передал моей маме поводье, и, думая, что девчата вызубрили урок наизусть, удалился в сторону поля. Мама взмахнула кнутом, крикнула, как в кино не раз видала, «Но, но, голубка!» Кобыла и ухом не повела. «Но, милая!» — кричала мама. «Пошла, пошла!» Никуда она не пошла. Так стояла, как вкопная. Тогда Тоня попыталась сдвинуть кобылу с места. Она помнила, как возчик на даче погонял свою лошадку. Пошла вопили обе девушки кором. «Но, залётная!» Но залётной было, судя по всему, абсолютно наплевать на обеих городских цац. «Ой, так прошло минут двадцать. Стало припекать солнышко. Знаешь что?» Мама предложила. «Давай я возьму её под усцы и просто буду тянуть так вперёд. А ты погоняй. Потом поменяемся местами». Проклятая кобыла, нехотя, тронулась с места и валким шагом поплелась за мамой по дороге. Полтавский аэроклуб, эвакуированный в тот же совхоз, находился действительно в пяти километрах от села. Ребята доучивались лётному делу перед отправкой на фронт. В то утро четверо будущих лётчиков сидели на бревне неподалёку от ангара. С наслаждением по очереди затягивались папироской. «Эй, гляди, ребят!» Сказал вдруг самый зоркий из них. «Это чё там такое?» Они пока ничего не видели, кроме клуба пыли. Долго ещё никак не могли различить в облаке пыли странную группу, которая плелась по дороге к лётному полю. И когда, наконец, измученные девушки доволокли сволочную кобылу до места и объяснили ребятам, ну, суть проблемы, те несколько минут не могли разогнуться от гогота, ржали до слёз. «Эт, беда, так беда!» Всё повторял один из них, вытирая слёзы. «Эт, беда горькая!» Ну, затем за пять минут ящики были с телеги сгружены, оборудование, наоборот, погружено, и сердобольные курсанты вызвались проводить до села таких хорошеньких страдалец. Вот один из них натянул вожжи, крикнул. «Ну, девчата, закрывайте ухи!» Огрел бесстыжую кобылу кнутом. И пригнулись травы от богатырского припева, какому позавидовали бы портовые грузчики. А счастливая кобыла, счастливая, освобождённая, рванула во всю мощь и полетела над дорогой, как конёк-горбунок. Я обожаю эту мамину историю, всегда рассказываю, когда мне приходится на выступлениях как-то защищаться от слишком белоснежных пуристов и как-то объяснять, что означает вот эта мощная подпитка, глубинная, корневая такого слоя великого русского языка. И вспоминаю ещё одну историю с художниками. Ну, художники, как вы сами понимаете, люди, они, не сказать, простые, но тоже корневые, тоже люди, имеющие в запасе много чего сказать этому миру. Так вот, художник Дмитрий Леон, он был человеком примечательным, осанистый, высокий, бородатый, ну, просто библейский пророк. И вот как-то не повезло, ногу сломал. Закатали ногу в гипс, и сидел Дима дома, тосковал. А на дворе лето. Все приличные москвичи на юга потянулись. Увалились к нему двое приятелей, художники тоже, стали уговаривать поехать в Крым. Дим, уговаривай, всё же гениально просто. Мы тебя до поезда дотащим, а там возляжем на морском песочке, в картишки играть. Пейзажи будем разглядывать, на девочек любоваться. Уговорили черти. И до поезда, как обещали, друга дотащили. Но приезжают в Коктебель. А там уже отдыхающих, видимо-невидимо, всё занято, санатории, гостиницы, квартиры, комнаты, сараи, курятники. Дело было ещё советское. Все знают. А если кто не знает, поверьте мне на слово, летний отдых — это было нечто особенное. Под страшным солнцем двое страдальцев, сцепив руки стульчиком, до вечера таскали тяжеленного Леона с его гипсовой пушкой. Думали, помрут. Вот рухнут на землю и разом кончатся. Наконец, на окраине Коктебеля в грязном покосившемся домишке отыскалась комната, бывшая кладовка, то ли сарай. Хозяин — старый алкаш, физиономия свинцовая, мрачно оглядел троицу и сказал, «Значит так, и петельник не включать, музыку не играть, радио не слушать, блядей не водить. Понятно?» Злой, измученный Леон протянул, «Понятно! Чё тебе понятно?» «А то, — сказал Леон, — что пошёл ты нахуй!» «Дим, Дим, Дим, Дим!» — сполошились друзья, они перспектива тащить и дальше тяжеленного Леона их пугало гораздо больше строгих правил хозяина. «Дим, Дим, 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 не надо, а? Всё нормально, Дим, всё отлично!» «Ну ладно, ребята!» Вдруг проговорил хозяин вполне доброжелательно. «Я сейчас принесу вам простыни, подушки там, устраивайтесь тут, отдыхайте!» Наутро, когда оба приятеля улизнули на пляж, а Дима тосковал со своей гипсовой ногой на хлипкой раскладухе, в дверь аккуратно постучали. вошел хозяин-алкаш с подносом, накрытым салфеткой, присел на табурет возле Леона, аккуратно снял салфетку, под ней оказалась бутылка водки, стаканы, два солёных помидора. «Ну, вот что, Митрий, — сказал, — выпьем, пока жиды загорают!» И мне эта история, она мне показалась немножко довлатовской. Вот помните, как у Довлатова прислали нового инженера, думали еврей, а оказался пьющим человеком. И вот я задумалась об этих простых людях. Боже мой, разве дело в национальности, дело в общности, в нашей общности, которая до сих пор, мне кажется, остается великой общностью советских или бывших советских людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова